Частичная мобилизация начинается с сегодняшнего дня, с 21 сентября. По заявлению Минобороны, стране нужно набрать 300 тысяч резервистов. Причин несколько. Как сообщает ТАСС, линия фронта растянулась, к тому же не прекращаются обстрелы российских приграничных территорий. Главный вопрос у всех мужчин призывного возраста и их родственников – кто подлежит мобилизации? Указ, опубликованный только что, буквально несколько минут назад, касается лиц, которые ранее проходили службу в вооруженных силах. Тех лиц, которые службу в вооруженных силах не проходили, этот указ не затронет. В Госдуме поясняют, в первую очередь будут мобилизовывать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Еще одна категория – выпускники военных кафедр. Их могут призвать, если их военно-учедные специальности будут востребованы. Однако фактор возрастного потолка не уточнен. Большинство людей ближе к предельному возрасту службы уже имеют ряд хронических заболеваний, не очень хорошую физическую форму, поэтому вполне можно допустить, что эти лица просто не пройдут медицинскую комиссию. В данном случае сейчас больше будет упор делаться на лиц, которые, скорее всего, совсем недавно прошли воинскую службу, в ближайшие 5-10 лет, которые демобилизовались. Вот это, скорее всего, их в основном коснется. А что делать, если молодой человек или мужчина не хочет служить? По словам адвоката, об этом позаботились. Еще не вступили в силу, но уже прописаны изменения в уголовный кодекс. Введено понятие мобилизация, военное время, перечислены отягчающие обстоятельства. Дезертирство – 15 лет тюрьмы, симуляция болезни – 10 лет. Говорит, что какой-то широкий простор для того, чтобы откосить, появится. Ну, я сомневаюсь, потому что сейчас как раз над этим тоже будут следить очень активно и очень внимательно. Поэтому надо быть очень смелым человеком, чтобы поставить ложный диагноз, зная, что его будут проверять, перепроверять. Тем временем, по данным нашего источника, в военной части Подолейском идет вторая неделя боевой подготовки алтайских добровольцев, чтобы через месяц отправиться на места боевых действий. Политолог Константин Лукин уверен, что жители страны откликнутся на призыв государства и массовой мобилизации не будет. У нас не что-то большое критическое. И вот здесь действительно термин «специальная военная операция» больше отражает действительность, чем мобилизация. Это война, это перевод всех на военные рельсы вообще. А режим КТО, например, если все-таки ведут режим КТО, он позволит охватить новоприсоединенные четыре территории, и, например, вот там две-три близлежащие, которые в том числе страдают, и при этом перевести это все именно в контртеррористическую операцию. Добавим, что сегодня все ждали от президента объявления референдума за вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако жителям сразу объявили о частичной мобилизации.